Начнём, давай я часть истории расскажу чуть-чуть, нет, давай ты сначала, потом я, потом снова ты, ебать, продолжим, ты же изначальный, так сказать, сейчас, Влад, готовься, ебать, запасайся попкорном, сейчас тебе расскажут, нахуй, давай его, давай, слушай, ебать, слушай Мура Бороса, внимание. Ну, когда вот этот, Injustice 2 только вышло, ну, я занимался, понял, и заходил этот, ЦГ, нахуй, к этим, блядь, позвал им, блядь. ЦГ — это царь горы, где много игроков играют, короче, одновременно. — В Injustice — это файтинг. — Да, я понял, да. Ну, там, короче, типа, играли, там всякие разные типы были, и был один такой, типа, уникальный тип, ник у него самый первый был этот Хрэгбит, и вот он был, Рэг, ну, мы его Рэг называли, вкусным, и в итоге, блядь, он был, типа, таким, ярым хейтером Анидзуки, и постоянно кто-то заходил, и там, блядь, правила не соблюдал, типа, надо, блин, идти в атаку, не надо там только стрелять, только зонится, там персонаж надо менять, и в итоге, там, в чате его постоянно хуесосил, потом у него ещё всякие, блин, идолы какие-то были сначала, он, блин, там был такой чувак, типа, Ассасин, который за Ша играл, и он, типа, у него, типа, учился так же, типа, как он пытался играть. Потом, блин, у нас, типа, компашка эта образовалась, там, из её четырёх человека, да, с ним, типа, иногда в дископ-бой, в этом, ну, в тусовке разговаривали. А кто четыре? Арти, ты, он и Марик ещё, что ли? Арти, Марик, он, да, Марик. Ну, в основном, такая компания была, остальных там можно вообще не припусюливать. И, в общем, чё там, блядь. Ну, потом у Анидзука одного и второго хуесоса окончательно туда выгнали, потому что они там неадекватно ставили. Потом дальше, типа, уже потом, ник уже потом сменил, да, на Савитар, по-моему. Да, Савитар МК-X077. Да, но. И потом он уже начал к себе на стримы заходить. А, не, он изначально рек ещё был, он, и тогда ещё тоже рек был, потом он поменял. Когда МК-11 уже вышел. Он изначально рек фрерс был, он мне первый раз попался в ранке Диман Джасси, когда я на колпаке играл. Я тоже на колпаке играл, и его уж потом копировать начал. Да, теперь, потом... Его персонажи. Потом он начал меня копировать и... Меня... Мне подражать, так сказать. Какое-то время он, типа, тебе подражал. Анидзука он так же хуесосил, даже стримы там какие-то выпустил, иргон пиздовый. Хуй коня, хуй коня. Хуй коня, и Анидзука в жопе и него. ОСУЖДАЮ! Ой. Как они, вот, вы названите, были дебильные. Ну да, да. Даже это хуйня там осталось. Д1 форма, звезда, блин, кейш. Потом ещё МК-11, типа, вышло. Он всё ещё там, потом он нашёл нового уже идола, блин. Да, это Армянин. Понял? То есть сначала у неё там какой-то, блядь, непонятный хуй, потом, короче, я, а потом он Армянин. У него идол стал. И он стал его чаров копировать. Но на Шан Цу не начал играть. Короче, Люкан, Герас ещё, блядь, и Кейдж. Сначала ты ещё Кейдж как бы был православный, так сказать. А потом уже всё, так сказать. На Шан Цу, но потом перешёл. Да. И в итоге потом... А, с Анидзука, они в Сори были. С Анидзука, они были в Сори. Анидзука это кто? Это ютубер, стример. У неё там собирались казуалы, играли в Царь Горы, в разные игры. Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat какой там ещё, блядь, это, Injustice 2. Вот. И там они все и познакомились. Понял? Вот. Макстар и просто ему лет 40, может где-то так. Да, этот Анидзука. Но он всех вот так вот собирает и так далее. И он, этот Савитар, троллил этого Анидзуку, там всякие гадости про него писал, там все дела. И потом он создаёт себе что? Давай, продолжай. Ну, лодник он просто себе сменил, да и всё. Да. Айтд Great Smoke, блин. Притом, что Айтд это вообще Джонни Индзар, блин. Клан, хуй знает, и хуй ему туда приспеселился. Хотя он там на стримах у него, не знаю, был, не был, я вот так вот уже конкретно не следил. Может он и там тоже что-то пародировал. Типа, этого легенда там уже, ну не знаю, там самому Индзуку там будет. И в итоге какой-то момент, что мы там решили вспомнить Анидзуку, тоже к нему там в ТГ позаходить, когда там была. И обнаружили, что этот тип там, короче, играет, и там он, короче, уже как я, грубо говоря, стал там, типа, самым сильным, там, блядь, на разных персах играет, всех, типа, выносит. И типа там офигенно крутой. Но суть была не в этом. Ну мы зашли, там поиграли, там, разъебали его, он там что-то тоже обиделся. И потом мы такую хуйню увидели, что там топ-донатеры. Айтд Great Smoke, там, блин, что ли, там 11 тысяч было, или 14 тысяч, типа, в сумме он ему уже задонатил. Хотя он был его хейтером, блядь. Да. Это просто, блядь, разрыв жопы был тогда, когда мы увидели, сколько, блядь, денег, он уже в него вложил внезапно. Да, то есть он его хейтил, но потом он зашел с другого аккаунта и начал у него играть, чтобы какую-то славу получать, чтобы нубасов убивать. А почему он ему, знаешь, почему он сказал, я говорю, донатим мне 50 тысяч, а он говорит, а не дзуки с донатим. Потому что этот Грейс Молк, он смотрел меня. Он постоянно сидел на моих стримах, он копировал моих персонажей, постоянно со мной хотел играть. Потом он начал сливаться, там, всякую чушь ее заниматься, короче, там, типа, это. И, ну, мы с ним перестали общаться. И, то есть он мне ни копейки не скинул, вообще ни рубля, ни разу. А вот этому чуваку, которого он хейтил, то есть про которого он всякие гадости писал, а потом создал другой аккаунт и начал, там, типа, и себя изображать такого этого примерного человека, короче. Он чисто взял и это... Скинул ему 15 тысяч вообще сложно. Как тебе, прикольно? А я его, между прочим, он у меня там постоянно советы спрашивал. Я ему говорил, что делать. Я ему там пытал... Ну, я его не могу сказать, что я вот обучал его. Вот Андрея я прям обучал во многих вещах, когда мы с ним играли в Injustice 2, Mortal Kombat 11. В случае с этим чуваком, я ему просто какие-то там вещи советовал, там, корректировал его как-то. Ну, пытался помочь тоже, понял? То есть не вот, что мы с ним просто играли, я его разъёбывал и всё. Нет. Я пытался его тоже, как бы, ну, помогать ему, короче. Он ни гроша мне никогда не скидывал, прикинь. Ни гроша. А вот этому... Чёрт, блядь. Да? А вот этому, блядь, Симон Маслый. Так я не пойму на хрена. Он хейтил сначала, а потом ему скидал денег. Какая выгода? Вот, вот. Вот. А выгода, знаешь, какая, скорее всего, чтобы... Ну, Роборос, правильно? Это ты, сейчас, секунду, перебил. Ты говоришь, вот я переобулся на лету. Переобулся не я, а вот этот вот. Ой, путала, блядь. Вот это прям мастер переобувки. Блядь, надо это на YouTube выложить. Кто такой ИТД Грейс Молк, слышишь? Я прям вырезку завтра сделаю. Мастер переобувки, блядь. Ну, а главный прикол, Андрей, ну, он же для чего это начал делать? Он это начал делать для того, чтобы просто разъебывать бомжей на стриме унидзуки, правильно? Более слабых игроков, чем он. А, вот какая выгода. Да? Алло, Андрей, чего молчишь? Да. Вот. И это, как его называют? Ему даже про это писали. Че толку, что ты выигрываешь бомжей? Помнишь этот скриншот, Андрей? Это ж ты его делал, да? Скрин этот. Ну. Ну. Ты делал этот скрин. И там это, он еще писал, что я обучался у таких игроков, как Владис Эванаар. Там вот это вот, блядь. Что типа, хоть... Но он еще пиздел, что якобы он там у лучших игроков обучался. А Владис Эванаар это мой друг. И он у него не обучался никак. То есть, это просто, блядь, это просто, ну, он хуйню несет. То есть, чувак создал новый аккаунт и сделал себе как будто новую личность. Но все, в принципе, те, кто с ним играл, и так, ну, знают, что это он. То есть, ну... В этом плане ничего не делать, как бы. Что это тот же черт, только под другим этим, нахуй. Ну да, да. Другой маской, блядь. Ну вот так вот, короче. Бля, надо, это реально будет завтра, несет полужинка. Рассказываем, кто такой ИТД Грейсмоук. Да, может залечить. Теперь понятно, какая... Какая выгода у него была. Пизить бомжей, ну, блядь, ебать. Я тоже могу в овервотче пизить бомжей, блядь, и потом говорю, ебай, охуенно, убил, блядь. Но он чешет свое эго. Там агера, у которого там 0.3, нахуй, это. Там 1.3, блядь. Ну вот он это делает чисто, я не знаю, ради славы какой-то или ради чего, но... Ну, в общем, вот такое.